Фестиваль красоты и грации. Юные спортсменки выступают перед публикой в образе волшебниц, цветов и бабочек. Кажется, что в этот момент законы гравитации перестают существовать. В Щелково прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Цветы жизни-2017». Художественная гимнастика – это красиво. Участницы стоят и перемещаются на цыпочках. Ведь кроме отточенности движений, здесь еще важна и эстетика. Поэтому смотреть такие соревнования – большое удовольствие. Фестиваль в этом году собрал участниц из разных муниципалитетов – Александрова, Сергея Упасада, Зеленограда, Орехова, Зуева. Из нашего района приняло участие 35 из 120 человек. У нас много тренеров работают в художественной гимнастике. Очень неплохие результаты. Недавно подошел приказ министра спорта Российской Федерации о присвоении трем художницам высокого звания мастера спорта Российской Федерации. И тренеры, и условия, которые создаются для занятий художественной гимнастикой, в Щелковском районе вполне себе хорошие. Ежегодный фестиваль проходит в районе в конце года неспроста. Всем участницам нужна разгрузка после учебы и праздник. Здесь они показывают, чему научились за весь год, соревнуются с друг с другом и стремятся к победе. Чтобы победить, нужно, конечно, целеустремленно работать. Работать, работать, потому что спорт, дети живут в спорте, они живут им. Поэтому художественная гимнастика, как правило, олицетворяет красоту и, конечно, в первую очередь силу воли и целеустремление к победе. Свой путь в спорт девочки начинают с малых лет. Тренер уверен, их время придет, и они еще заявят о себе. А пока тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Мне очень нравится работать с ленточкой. Это очень красивая работа на художественной гимнастике. Соревновательный день включил в себя личные и массовые показательные выступления маленьких участниц. Праздничное оформление сцены, красивые костюмы, фотографии прямо с фестиваля и другие подарки. Для детей получился настоящий праздник. Марина Познякова, Валерий Жеглетель, радиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова